МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемый Владимир Иванович, уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня во второй раз в эфир выходит телепрограмма «Открытый разговор». И как и во время первой программы, которая, напомню, состоялась 20 апреля, на связи с нами студия управления всех железных дорог, редакция газеты «Гудок», колл-центр «Единая информационно-справочная горячая линия» для работников холдинга Владимир Иванович. И более месяца назад мы анонсировали нашу программу, вопросы поступали на горячую линию на сайт РЖД, на сайт телеканала РЖД-ТВ. Они будут поступать и в режиме онлайн. У нас запланировано будет несколько включений из колл-центра, из студии газеты «Гудок», и, естественно, из наших управлений железных дорог, в которых находятся сейчас наши коллеги, работники нашей компании. По состоянию начала программы поступило 150 вопросов. Они продолжают поступать, я напомню, и в нашем прямом эфире, на сайт, на горячую линию. Напомню, номер 8 «Гудок» 800, 100 ровно 1520. И, Владимир Иванович, наша программа выходит уже практически в конце года. Первый раз мы встречались 20 апреля, я напомню. И перед тем, как начать включение наших студий, решите попросить вас прокомментировать, как мы подошли к итогам года. До итога управления остается совсем немного. Вам слово, Владимир Иванович. Добрый день, уважаемые товарищи. Мне сообщили, что мы начинаем с вами работу несколько раньше, чем запланировали. Но поскольку я вижу, что студии все готовы, решил не держать вас в ожидании. Раньше начнем. Не знаю, закончим ли мы раньше, но, по крайней мере, вовремя закончим точно. Конечно, сейчас еще трудно подводить итоги. По году, хотя, прежде всего, хочу подчеркнуть, что этот год был для нас, безусловно, тоже напряженным. Так же, как и все напряженные годы предыдущие. Вы это сами хорошо знаете. Вчера побывал в Нижнем Новгороде, встречался с командным составом Горьковской железной дороги. Подробно рассказывал о том, что происходит в Москве, что происходит в ОАО РЖД. Я не думаю, что мне нужно сейчас давать такой уж полномасштабный отчет о результатах деятельности по году. Все это будет сделано на итоговом правлении. Пожалуй, я остановлюсь только на нескольких вопросах, которые мне представляются чрезвычайно важными. Прежде всего, это наша работа, это погрузка, объем перевезенных грузов, это эффективность нашей работы. Все то, что рассматривалось на последнем заседании правительства, в котором я участвовал, наверное, вы видели, значит, какие-то телерепортажи по этому поводу, читали, что там происходило. Нынешний год, как и предполагалось нами, как предполагалось нашим аналитическим подразделениям, характеризуется нестабильностью экономики в мире вообще и некоторыми сложностями в экономике России, о чем говорил и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев, и о чем говорилось на встречах, двух встречах с президентом страны Владимировичем Путиным, когда проводились консультации, связанные с формированием нашего бюджета. Мы в очередной раз продемонстрировали способность правильно анализировать тенденции, правильно планировать свою работу, делать выводы о тех резках, с которыми мы сталкиваемся. Можно получить от этого некое удовлетворение, скажем, научного плана. Удовлетворение практического мы от этого получить не можем, потому что, как и в предыдущие годы, далеко не все с нашими выводами соглашались на этапе планирования нашей работы, принятия решений о тенденциях роста тарифов, роста цен в промышленности. Есть определенные условности, по которым эти параметры считаются, но наши расчеты оказываются более объективными, хотя они не приводят к изменениям, связанным с первоначально определенным ростом тарифов в нашей отрасли. Тем не менее, мы, выполняя взятые на себя обязательства, выполняя ту программу, которая нам утверждена Советом директоров, продолжая одновременно вести интенсивную работу по выработке предложений по реформированию отрасли, в частности, по вопросам приватизации. И здесь хочу подчеркнуть, что и правительство, и президент страны во многом наши предложения и наши выводы поддержали и поддерживают, что очень важно. Если говорить о конкретных цифрах нашей работы, у меня эти цифры есть, мы за период, скажем, 10-месячный, за 10-месячный период, обеспечили прирост нашей грузовой работы на 3,2%. Это несколько выше того плана, который первоначально мы на себя принимали. У нас план напряженный. Все дороги знают, что нынешний месяц, ноябрь, для нас и начался весьма сложно, и продолжается весьма сложно. И здесь приходится говорить о необходимости максимально эффективно использовать те ресурсы, которые у нас есть. Мы по ноябрю не справляемся с нашими планами. Грузооборот, тем не менее, за 10 месяцев с учетом порожнего пробега вырос у нас, естественно, больше, чем погрузка, на 3,6%. Вообще говоря, хотел бы похвалить пассажирский комплекс. В нем достаточно проблем, вы это знаете, и я это знаю. Но, тем не менее, есть безусловные тенденции, показывающие положительную динамику. И в этом плане нам удалось переломить негативную тенденцию снижения количества пассажиров, которые пользуются железнодорожным транспортом. Пассажиры, наоборот, у нас вырос на 3,8%, при этом в дальнем следовании на 2,6%, а в пригороде на 8,3%. Причем, в основном, это рост за счет пассажира, который полностью оплачивает свой проезд. В этом отношении наши коллеги в пассажирском комплексе поработали неплохо. Соответственно, и общий заработок компании в этом году у нас получается за 10 месяцев выше, чем по прошлому году. Это 1,134,000,000,000 рублей. Вдумайтесь в эту цифру. Это очень большая цифра, которая, конечно же, характеризует только объем работы, но, к сожалению, с учетом того, что мы работаем в естественно-монопольном секторе, и государство регулирует наши тарифы, это не отражается радикально положительно на нашей прибыли, с которой мы черпаем ресурсы на многие цели, и на инвестиции, и на поддержку наших социальных обязательств. Вот здесь с прибыли у нас, конечно, дела будут обстоять не так хорошо. Тем не менее, мы продолжаем строго выполнять взятые на себя по коллективному договору обязательства. Рост заработной платы мы обеспечиваем, и среднемесячная зарплата в РЖД и в наших филиалах на текущий момент составляет 34635 рублей. Ну, как вы понимаете, это средняя заработная плата. Естественно, она разнится по категориям наших работников. Тем не менее, если говорить о базовых показателях, это на 7% больше, чем в прошлом году, и в том числе у работников, занятых непосредственно на перевозках, средняя заработная плата 35 047 рублей, и это 7,3% роста к прошлому году. Соответственно, в реальном исчислении это рост 2,1%, соответственно, и 2,4%. Мы продемонстрировали неплохие показатели роста эффективности труда, производительность труда превысил 4%. Таким образом, мы опять продолжаем сохранять соотношение между ростом заработной платы и ростом производительности труда. Эффективность кампании с точки зрения остальных показателей, которые рассматривались на правительстве, остается достаточно высокой. И, конечно, передовиками быть сложно, потому что и претензии, как можно догадаться, нам предъявляют больше, чем кому-либо другому. Но нам есть что предъявить правительству и нашему обществу. Наряду с сохраняющимися недостатками мы демонстрируем реальную тенденцию к повышению эффективности не только труда, но и энергоэффективности, защиты окружающей среды, безопасности движения, совершенствуем систему управления. Работа еще не початый край, и я думаю, что на наш с вами век этой работы точно хватит. Были вопросы, связанные с реформой, в том числе с приватизацией активов ОАО РЖД. Я готов буду ответить и на вопросы, которые с вашей стороны могут последовать. Но могу сказать, что эти вопросы рассматриваются руководством нашей страны, правительства, как вопросы приоритетные. Никакой торопливости, никакой несбалансированности здесь не было и не будет. Ну а то, что мы вырабатываем свои предложения, они, эти предложения, рассматриваются на самом высоком уровне. И здесь мы можем говорить о том, что мы являемся полноценными участниками выработки и реализации решений. В целом, думаю, что у нас будет непростой ноябрь. Традиционно уже будет спад перевозок в декабре месяце. У нас еще сохраняется необходимость завершить работы на инфраструктуре. У нас есть отставание по инвестиционной программе с точки зрения ввода объектов. Тем не менее, с мест я получаю заверения руководителей и работников о том, что все наши планы будут выполнены. Это, как у нас принято говорить, полная обязательность. У нас не может быть ситуации, при которой наша компания не выполняет утвержденные Советом директоров и правительством планы. В целом, я сразу хочу сказать, что я удовлетворен работой своих коллег, начальников дорог, командового состава дорог, большинства филиалов и дочерних обществ, которые входят в холдинг ВАО РЖД. Эту традицию, безусловно, необходимо сохранять. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Если Вы позволите, мы начинаем программу «Открытый разговор». В прошлый раз мы начинали с дорог Востока, шли с Востока на Запад. В этот раз, как подсказывают режиссеры, мы пойдем наоборот, пойдем с Запада на Восток. И я попрошу включить студию к Калининградской железной дороге. Калининград, Вы нас слышите? Пожалуйста, Вы в эфире. У Вас есть возможность задать вопрос Владимиру Ивановичу. Ну, добрый. Доброе утро, Владимир Иванович. Доброе утро, коллеги. В Калининграде действительно еще раннее утро, но, несмотря на это, у нас собрались представители практически всех структурных подразделений компании, которые работают на полигоне самой западной магистрали страны. А это говорит о том, что программа «Открытый разговор» обретает все большую популярность. И у нас есть вопрос. Доброе утро, Владимир Иванович. Машинист-инструктор моторовагонной дирекции Чухванцев Алексей Владимирович. И у нас с коллегами следующий вопрос. Как известно, Калининград вошел в число городов, в которых будет проводиться чемпионат мира по футболу 2018 года. И учитывая наше географическое положение, можно с уверенностью предположить, что к нам приедет много болельщиков из европейских стран. И мы с коллегами хотели, чтобы о компании сложилось хорошее впечатление. Но подвиженный состав, на котором мы работаем, при выводном сообщении, он, мягко говоря, престарелого возраста. Я понимаю, что покупка нового подвиженного состава – дело недешевое. И тем не менее, можем ли мы с коллегами рассчитывать на то, что к 2018 году к нам придут новые поезда? Спасибо. Я должен подчеркнуть, что Калининградская дорога не только по подвижному составу пригородного пассажирского сообщения, но и по другим параметрам находится сегодня в достаточно сложном положении. Вы знаете, что и объем грузовой работы у вас, к сожалению, здорово упал. И это связано не только с таким эксклавным положением Калининградской дороги, это связано и с общей мировой тенденцией. И у нас реально возникают серьезные-серьезные вопросы, которые необходимо решать относительно соотношения контингента и той работы, которую мы выполняем. Я говорю вам о том совершенно откровенно, чтобы вы представляли, что вопрос мы знаем, этой темой вместе с начальником дороги занимаемся. Что касается вашего конкретного вопроса, то, безусловно, с учетом того, что Калининград включен в число городов, где будут проходить соревнования чемпионата мира по футболу 2018 года, у нас в нашей концепции предусмотрены соответствующие работы, в том числе по Калининграду. Это интермодальное сообщение между городом и аэропортом. Мы об этом говорили еще с предшествующим руководством дороги, разговаривали с предшествующим руководством региона. Пока понимание и заинтересованность в реализации такой программы со стороны региона не было продемонстрировано. Как вы знаете, развитие инфраструктуры, развитие перевозки пассажирской, связанной с проведением таких мероприятий масштабных, государственного значения, планируется, исходя из возможностей бюджета нашей страны и возможностей бюджета компании. Конечно же, со своей стороны компания сделает все возможное, чтобы мы с вами не ударили в грязь лицом перед теми болельщиками и из России, и из зарубежных стран, которые будут приезжать. Но будем действовать, исходя из известной, хотя может быть и не очень ласковой поговорки, будем ножки протягивать по одежке. Планы, тем не менее, такие у нас есть. Спасибо, Владимир Иванович, но есть еще один вопрос. Доброе утро, Владимир Иванович. Самойлова Татьяна Федоровна, оператор при маневровом диспетчере станции Калининград-Сортировочный. В коллективном договоре предусмотрена единовременная выплата поощрения за добросовестный труд при увольнении на пенсию. Размер этой выплаты и поощрения зависит от стажа работы, но привязан к среднемесячному заработку. У нас в Калининградской дирекции в связи с изменением технологии управления движением, возможно, моей должности не будет. Мне предложат другую работу, скорее всего, с меньшей зарплатой. Мне до пенсии осталось 4 года, но трудиться я буду так же добросовестной, как и на прежнем месте работы. Но выплату, скорее всего, я уже получу в меньшем размере. Считаю, что было бы справедливо, если бы размер выплаты соответствовал и зависел бы только от стажа работы. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Владимир Иванович, как вы считаете, возможно ли пересмотреть порядок расчета, размера единовременной выплаты при увольнении на пенсии? Спасибо. Татьяна Федоровна, но поскольку вопрос прямой, то и ответ будет прямой. Мы очень долго шли к созданию той системы мотивации труда, которая сегодня внедрена в компании. И, на мой взгляд, эта новая система, она доказала свою жизнеспособность и эффективность с точки зрения побуждения работников к активному, эффективному труду на благо компании и самих себя. Исходя из этого, мы сохранили в трудовом договоре позицию, по которой работник, выходящий на пенсию, получает дополнительное вознаграждение. Подчеркиваю, что это наше с вами достижение. Достижение тружеников, то есть профсоюзов, и достижение менеджмента, которые согласовали такую позицию. Это не обязательно, но это отражает ту систему социального взаимодействия, которая существует в компании между администрацией и трудовым коллективом. Да, действительно, у нас расчет выходного пособия, назовем его так, делится в зависимости, вернее так, формируется в зависимости от срока работы на железной дороге и исходя из среднемесячной зарплаты, которую работник получил. Поэтому при формировании вашего пособия по выходу будет учитываться весь предыдущий период с учетом той заработной платы, которую вы получали, плюс того периода, как вы говорите, возможно, вам придется изменить место работы, и вы подозреваете или предполагаете, что там будет зарплата несколько ниже, чем та, которую вы сейчас получаете. Понимаю, что, наверное, радости это никакой не вызовет. Но с учетом того, что я сказал, отвечая на первый вопрос, а вы это знаете, как, значит, человек, который работает непосредственно в диспетчеризации перевозок, что ситуация на Калининградской дороге вообще у нас сложилась весьма-весьма непростая. Ну, падают объемы. И у нас альтернатива либо сокращение людей, просто их нечем занять вот по праздному месту работы, либо, как мы с вами в свое время договаривались, максимальное усилие направлено на сохранение людей на работе, сохранение у людей работы. Да, возможно, получится, что эта работа будет менее оплачиваемая. Ну, были тучные годы, сейчас годы тощие, бывает такое. И с этой точки зрения, я думаю, что, наверное, было бы несправедливо, если бы мы исходили исключительно из желания работника сохранить все выплаты на том уровне, который он получал, несмотря на то, что сама компания зарабатывает значительно меньше. Поэтому не обессудьте, но я думаю, что решение о том, чтобы сохранить вот этот расчет по прежнему месту работы, значит, с той заработной платой, которая была по прежнему месту работы, наверное, это не совсем справедливо по отношению к тем людям, которые и трудились, и будут трудиться с повышенной нагрузкой, именно потому что у них работа и на полигоне, и на рабочем месте сохраняется. Думаю, что это не будет драматическим изменением с точки зрения общей суммы выходного пособия, но, на мой взгляд, подход, который сейчас применяется, он все-таки более справедлив, чем подход уравниловки вне зависимости от той работы, которая выполняется человеком, и той ответственности, которую человек несет. Не имею ничего ни против вашей должности, ни против вас лично, уверен, что вы работаете эффективно, уверен, что вы работаете честно, ответственно. Именно поэтому мы и сохраняем вот эту льготу, которая присуща только нашей компании, даже после того, как произошло реформирование. И я прошу вас правильно понять позицию, мою позицию, потому что я отвечаю на ваш вопрос. Спасибо. Москва, мы передаем вам телестафету. Всего хорошего. Спасибо Калининграду. И если у нас позволит время, мы еще вернемся к вам. Владимир Иванович, предлагаю перейти к вопросам с нашего колл-центра, с «Горячей линии». И сейчас в колл-центре «Горячей линии» работает наш корреспондент Петр Ступиков. Петр, вы в эфире. Да, спасибо. Здравствуйте. Приветствую всех телезрителей. Владимир Иванович, здравствуйте. На «Горячей линии» в колл-центре поступает множество звонков. И прямо сейчас на связи Свердловская железная дорога. Подсказывает у нас на связи Юрий Михайлович Лысков. Юрий Михайлович, вы нас слышите? Да, я слышу. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. Я Лысков. Я Лысков Юрий Михайлович. Значит, я из Тюмени. В 60-м году я пришел работать осмотрщиком вагонов после окончания училища. Прихватил еще вагоны, которые были на винтовой сцепке. И когда вот смотришь сейчас, какие вагоны курсируют по магистрали, ну, сердце просто радуется. Но когда возьмешь свою горячо любимую газету «Гудок» и читаешь ее, а там смотришь, что происходит крушение поездов из-за излома боковин тележек, и что под вагоны подкатываются на Тихвинском заводе тележки американского производства, когда читаешь о том, что воздухораспределители для наших вагонов разрабатываются в Германии фирмой «Кнор», когда читаешь о том, что рельсы мы заказали в Японии, то, знаете, честно говоря, сердце кровью обливается. А где же наша горячо любимая наука? Где наши светочи, которых сейчас в университетах море и в НИИШТе? И вот с одной стороны вот это так. А с другой стороны, вот когда посмотришь, что вот сколько вами сделано, значит, хотя бы такой вопрос, как запустили САПСАН. Живем мы далеко, вот. Но ведь радуешься, ведь мечтатели только мечтали о таком поезде скоростном, а он уже наяву, это только при вашем участии. При вашем участии запустили на ровном поле в Синарах, значит, локомотивы построили, которые сейчас вот вводят такие длинно составные составы. Значит, и вот это радуешься. Радуешься и в то же время переживаешь, что за нашу науку, которая плетется в хвосте, как говорится, в обозе, а не возглавляет колонну. Ведь очень хотелось бы, чтобы наша техника была впереди, как говорится, ну, планеты всей. И еще один, значит, момент. Вот я в тот раз прослушал вашу беседу, это дружественная беседа. Я проработал при восьми министрах, с 60-го года по второй, при восьми министрах. Никто никогда не проводил такую дружественную беседу с работниками железнодорожного транспорта. За это вам большое спасибо. Спасибо Антону Александровичу Награяну, что не забыл про меня. И я хотелось бы мне напоследок пожелать вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей вашей работе. Спасибо большое. Спасибо большое, Юрий Михайлович, за добрые слова и пожелания. Как у нас было принято в свое время говорить в Нью-Йорке, когда спрашивали, как себя чувствуют, значит, поскольку работали мы там в непростом окружении, отвечали так, враги не дождутся. Так что спасибо большое за пожелания. Мне очень приятно было слышать ваши слова. И мне особенно было приятно услышать, во-первых, вашу реакцию на работу Сапсана. Действительно, эта новая услуга, новая техника, которая сегодня работает на российских железных дорогах, она изменила практически жизнь людей, которые живут на полигоне от Москвы до Санкт-Петербурга и от Москвы до Нижнего Новгорода, где я только вчера был. И как раз первый заместитель, исполняющий обязанности губернатора, говорил о том, какое изменение прожило в жизни региона с введением этого скоростного поезда. Теперь то, что касается вашей озабоченности по поводу наших научных разработок, по поводу внедрения новой техники. Да, действительно, вы прекрасно знаете, что мы переживали, наша страна, наша наука переживала не самые лучшие времена. Они и сейчас еще не закончились. Но я с чувством гордости могу вам сказать, что тяжелое транспортное машиностроение в нашей стране, по сути дела, сохранилось благодаря позиции МПС и далее позиции российских железных дорог. Я очень хорошо помню, как, наверное, 10 лет тому назад в моем кабинете появилось два предпринимателя. Фамилия одного – Искандер Махмудов, второго – Андрей Ремович Бокарев. И они со ссылкой на губернатора Ростовской области Чуба обратились ко мне с вопросом относительно целесообразности или нецелесообразности приобретать новочеркасский электровозостроительный завод, поскольку в машиностроении они в тот период времени мало что понимали вообще. И только благодаря долгосрочному контракту, который был подписан мною и ими с разрешения тогдашнего министра путей сообщения, у нас сегодня есть и Коломна, сегодня есть у нас новочеркасский вагоностроительный завод. И, как вы правильно заметили, никогда в истории российских железных дорог у нас не производились локомотивы на Урале. Сегодня они производятся. Почему? Во-первых, потому что мы точно определили в своей стратегии, как будут развиваться грузовые перевозки и пассажирские перевозки, и что для этого нужно. Второе, мы правильно выбрали партнеров. Я всегда с большой настороженностью отношусь к инициативам частного бизнеса, потому что его природа, так же как и природа любого бизнеса, направлена прежде всего на извлечение прибыли. Но я вам скажу, что я с огромным уважением отношусь и к упомянутым мною предпринимателям, точно так же, как с большим уважением отношусь к Дмитрию Александровичу Пумпянскому, который тоже никогда не занимался транспортным машиностроением, а сегодня создал совместное предприятие, естественно, при нашей поддержке с Сименсом и производит новые локомотивы на Урале. Я могу сказать очень хорошие и добрые слова в адрес Игоря Владимировича Зюзина. Недавно летал специально, смотрел на ту 340-километровую дорогу, по сути дела, которая построена за частные деньги. Это все способствует развитию нашей страны, нашей экономики. Что касается научных разработок, то могу сказать, что мы ведем работу не только по переносу западных технологий на нашу территорию. Это вы правильно упомянули, и воздухораспределитель тормозной системы Кнор Брэмзе. Мы могли бы говорить и о синхронной двигательной установке. Мы могли бы говорить и о новых рельсах. Но так получилось, что наши предприятия металлургические нас здорово подвели в этом году. Мы уже в этом году должны были получать рельсы нового стандарта с зональной закалкой для скоростного и высокоскоростного движения. Но не смогли, не способны были наши металлурги выполнить это обязательство. А работа у нас, значит, не останавливается. Пришлось идти на рынок и покупать с рынка дорогостоящую японскую продукцию. Надеюсь, что в следующем году это будет уже завершено. С точки зрения достижений нашей научной мысли, причем не только относящейся к холдингу РЖД, но и относящейся к нашим партнерам, могу назвать такие достижения, как первый в мире самый мощный газотурбовоз ГР-1. Он пока еще в одном экземпляре, но я уверен, что он будет тиражироваться. Это абсолютно наша разработка. Причем, когда его делали, вы знаете, что там двигательной установкой является двигатель с стратегического бомбардировщика российского. Так вот, когда нужно было создать математическое обеспечение для электронного управления тягой, военный комплекс не смог с этим справиться. Не смогли. Потому что он там на самолете разогнался, взлетел, выполнил задачу, сел, но в лучшем случае там поманеврировал. А у нас-то со станции ушел, проверь тормоза. Дальше пошел, значит, сигнал, остановился, опять пошел. Так вот, алгоритм управления этой двигательной установкой был сделан с нашими учеными вместе с учеными других гражданских научно-исследовательских институтов России. Или, например, то, что мы говорим сегодня с АПСАН. Вы знаете, с какой критики подвергалось правление, и я лично, за то, что мы приобретаем этот подвижной состав. Но мы не могли ждать, нам необходимо было ответить на требования наших пассажиров. И тот АПСАН, который ходит по российским железным дорогам, это не тот АПСАН, который ходит в Германии, и не тот, ну не АПСАН, естественно, а подвижной АПСАН Сименса, который ходит в Китае. Не будем забывать, что и в Европе, и в Китае ширина колеи и стандарты железнодорожного транспорта отличаются от наших. Поэтому неудивительно, что когда вы посмотрите на САПСАН, на тележку, вы на тележке увидите эмблему РЖД. Это наша совместная разработка. Более 115 патентов было зарегистрировано при адаптации и изменении конструкции поездов немецких под потребности российских железных дорог. И когда в Европе грянули холода позапрошлом году, немецких коллег критиковали журналисты за то, что вот посмотрите, у русских, несмотря на зиму и на температуру, САПСАНы ходят, а у вас они встают. В том числе вставали, подъездной состав вставал и даже под Ла-Маншем. Поэтому это тоже достижение нашей науки. А, например, то, что сделали на Брянском машиностроительном заводе совместно, Трансмашхолдинг вместе с нашим ОАО в Никте, это Витязь 2Т25А с первым в России собственным асинхронным двигателем. Об асинхронном двигателе у нас говорили лет 20. И наши различные ученые говорили, вот-вот-вот-вот завтра уже будет асинхронный двигатель. Не было. Сейчас он есть, сделали. И это тоже наше достижение. Поэтому я думаю, что говорить о том, что уж у нас совсем так плохо дело обстоит с нашими инновациями, неправильно. Более того, и в области энергосбережения мы получили премию за то, что мы являемся наиболее инновационно-емкой компанией. То есть наши инновации используются в реальном производстве. Полагаю, что очень важно отметить, что сейчас разрабатывается новый подвижной состав с гибридной силовой установкой. Это тоже наша разработка. Сделали вместо дистраторов отгонкой платформу сочлененную для перевозки 45-футовых контейнеров. Это тоже наша разработка. Ну и сейчас будем делать на базе старого локомотива ЧМЭ-3, будем делать многодизельный локомотив, который позволяет сэкономить до 30% топлива. Это тоже наши совместные разработки. Хотелось бы больше? Да, хочется больше. Будем вместе работать, сможем больше производить именно такой техники. Спасибо вам за ваш вопрос. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо, Юрий Михайлович. Подобные вопросы, на самом деле, Владимир Иванович, задавали наши коллеги из других дорог. Не только Юрий Михайлович со Свердловской, но и из других. А сейчас на связи пресс-центр газеты «Гудок». Корреспондент Наталья Назарова готова поделиться с нами своими вопросами. Наталья, добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Антон. Здравствуйте, коллеги. Я рада приветствовать вас, уважаемые зрители. Уважаемый Владимир Иванович, призыв задать вопрос напрямую президенту компании, не скрою, вызвал неподдельный интерес среди читателей газеты «Гудок». Действительно, пришло много вопросов. Ответить на все, к сожалению, в рамках нашей сегодняшней одной программы не получится. Однако, мы адресуем вам, Владимир Иванович, несколько присланных вопросов. Пенсионер Северокавказской железной дороги Илья Степанович Ермилов обращается с просьбой сделать возможным неработающим пенсионерам ОАО РЖД проезд по транспортному требованию на медицинские консультации не только в пределах дороги, но и в другие регионы, в частности, в Москву. Владимир Иванович, что можно ответить нашим уважаемым ветеранам? Действительно, ветераны имеют право пользоваться бесплатным проездом в пределах полигона своей дороги, за которым они закреплены. При этом хочу сказать, что если медицинские учреждения на полигоне не обладают квалификацией или оборудованием, показанным для этого конкретного человека, у которого есть какое-то заболевание, то уже сегодня он тоже может получить право на бесплатный проезд к месту такой консультации. Если потребуется такая консультация в Москве по показаниям медиков, то такая консультация будет осуществлена в Москве. Вы знаете, что у нас развита еще и телемедицина, поэтому там, где есть такие установки, они есть практически везде, консультацию высококвалифицированного специалиста, уникального специалиста можно получить также и не выезжая вообще за пределы своего родного города за счет именно консультации телемедицинской. У нас уже есть случаи, когда даже для проведения сложных операций мы по этому каналу использовали не только своих выдающихся специалистов, но и привлекали специалистов зарубежных. Так что в этом плане не только поездки, но и использование телемедицины, как говорят медики, показано. Спасибо, Владимир Иванович. Мы еще вернемся в студию ГУДКА. Владимир Иванович, вам хорошо известно, естественно, что у нас есть очень отдаленные полустанки, станции, до которых подчас мы редко доезжаем, и мы специально, чтобы дать возможность задать вопрос нашим сотрудникам, работающим там, отправили съемочные группы, чтобы они могли записать вопросы, и мы подготовили некоторые из них. Пожалуйста, видео-вопрос станции Евсина, Западно-Сибирской железной дороги. Здравствуйте, уважаемый Владимир Иванович. Я, походня Галина Михайловна, работаю на Западно-Сибирской железной дороге в ПЧ-13, дежурной по переезду по станции Евсина. Здание поста наше очень старенькое, на окнах и веранде нет ограждения, дверь очень плохая. На нас участились нападения. Милиция либо совсем не приезжает, либо приезжает, но очень поздно. Мы очень вас просим, помогите разрешить наш наболевший вопрос. Полагаю, что вопрос актуальный. К сожалению, обстановка, социальная обстановка, криминогенная обстановка действительно должны заставить нас подумать о безопасности своих работников. И я даю поручение начальнику Западно-Сибирской дороги разобраться не только на этой дороге. Я обращаюсь к руководителям всех железных дорог обеспечить безусловную безопасность и надлежащие условия труда наших дежурных, которые работают на переездах, которые работают на станциях. Там, где необходимо усилить меры защиты, там, где необходимо установить прямую связь с органами внутренних дел, провести рассмотрение этого вопроса на координационных советах на полигонах железных дорог. Это очень важный вопрос. Хорошо, что пока ничего негативного, тяжелого не произошло, но и не надо ждать, когда произойдет. Раз есть такой вопрос, значит, этот вопрос необходимо решить. Он относится к сфере безопасности на рабочем месте. Значит, ожидаю, что мои коллеги сделают мне доклад по проведенной работе. Спасибо. На связи Московская железная дорога. Здесь тоже немало вопросов к президенту компании. Пожалуйста, Москва. Спасибо. В эфире вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Владимир Иванович. Добрый день, Антон Александрович. Московская железная дорога приветствует вас. У микрофона Елена Бочарова, заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций, студии, работники предприятий холдинга, расположенных на территории магистрали. Мы очень рады, что сегодня можем общаться с вами в прямом эфире. И право первого вопроса мы предоставили работнику прославленного депо Москва-Сортировочная. Здравствуйте, Владимир Иванович, слесарь Гиричев Игорь. Ремонтное локомотивное депо Москва-Сортировочная. Расскажите, пожалуйста, как проходит модернизация производства на ремонтных предприятиях Московской дороги и каковы перспективы обновления локомотивного парка на Московской дороге в связи с тем, что электровозы ЧС-2К и тепловозы ЧМ-3 уже давно выработали свой ресурс. Большое спасибо. Спасибо. Но вы, как работник депо, знаете, что они не только выработали свой ресурс, но большинство из них уже прошли через модернизацию. И, по сути дела, там от этих стареньких ЧМЭ осталась только рама. Все остальное – это уже практически новое оборудование. Поэтому, несмотря на то, что сама модель старая, но большинство из этих локомотивов прошли необходимую модернизацию, позволяющую их достаточно эффективно использовать. Но этого недостаточно, вы абсолютно правы. И в ремонтном комплексе у нас проблем достаточно. Достаточно именно с точки зрения хорошего, качественного оборудования, которое позволяет производить и эксплуатационные ремонтные работы, и более тяжелые виды ремонтов. С этой точки зрения по Москве сортировочной могу сказать, что у нас в планах есть и приобретение нового колесотокарного станка для обработки колесных пар, и это будет сделано. Помимо этого, с точки зрения замены устаревших моделей и локомотивов, именно на московской дороге, именно по вашему депо у нас предполагается поступление новых локомотивов, пассажирских локомотивов, которые сейчас находятся уже на линейке производства. Так что думаю, что уже в ближайшее время ваши коллеги смогут работать а. и на новых локомотивах, и б. увидят поступление новой техники, которая будет позволять их надлежащим образом содержать. Спасибо. У нас есть еще вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Меня зовут Васильев Сергей. Я главный инженер железнодорожной станции Москва-Каланчевская. Владимир Иванович, хотелось бы узнать, в каком направлении дальше будет развиваться сотрудничество компании ОРЖД и города Москвы в вопросе организации внутригородского пассажирского движения? Спасибо. Очень важный для нас вопрос. Действительно, с руководством Москвы у нас сегодня существует полное взаимопонимание о необходимости развития так называемой услуги внутригородского железнодорожного транспорта. Для этих целей мы предполагаем использовать малое кольцо наше, задействовать его именно в пассажирских перевозках, но для этого нам необходимо провести очень серьезные масштабные инвестиции. По самому Московскому транспортному узлу, если мне не изменяет память, это больше 236 миллиардов рублей, а то, что касается только самого кольца, то и здесь это за 49,5 миллиардов рублей. Мы договорились с Москвой, и в этом отношении нас поддерживает федеральное правительство, о том, чтобы приблизить работы по Московскому кольцу, нашему железнодорожному, и на эти цели и Москва выделяет очень существенную сумму денег, и мы будем из своих инвестиций в пятилетнем периоде выделять тоже серьезные деньги, превышающие 39 миллиардов рублей. Естественно, что мы хотим, чтобы эта дорога была уже современной, а это значит, что там должен возникнуть второй путь, должна быть электрифицированной, и вы, как человек, который работает на Московской железной дороге, знаете, что это придется осуществлять и с точки зрения габаритов тех, значит, мостовых переходов, которые есть через железную дорогу. Это связано с внутренней транспортной системой Москвы. Работы очень много, но мы абсолютно уверены, что эта работа не только необходима, но и она будет сделана. И по этому кольцу будут ходить новые электропоезда, и надеюсь, что мы услышим добрые слова со стороны москвичей, потому что критики сейчас раздается значительно больше. Я вам хочу задать вопрос. Я давно уже привык, что в нашем обществе самыми активными являются женщины. А вы даже стоите таким образом, что два богатыря впереди, а девушки, они как-то сзади. У девушек что, вопросов нет? Они для картинки или так? Как? Они внимательно слушают. Вопросов у них нет? Иван Иванович, а работники? Пока нет. Спасибо, Владимир Иванович. Работники наших предприятий сделают все возможное, чтобы такие перспективные проекты были реализованы. Мы передаем эстафету другим участникам нашей передачи. С успехом. Спасибо, Москва. Спасибо, Владимир Иванович. Напомню, уважаемые коллеги, что вопросы поступают к нам и на сайт «Горячей линии», и на сайт корпоративного телевидения. И раз уж мы затронули тему стратегического развития крупных проектов в нашей компании, то вот здесь поступил вопрос от Дмитрия Олеговича Дорофеева, который интересуется, «Есть ли в планах российских железных дорог строительство железнодорожного моста или тоннеля на остров Сахалин в связи со значительным улучшением критериев экономического обоснования проекта, связанных с разработкой газоконденсата и прочих полезных ресурсов на Сахалине?» Владимир Иванович. Вы знаете, коллеги, я теперь уже побольше 10 лет тому назад, когда пришел в Министерство путей сообщения, до этого работал заместителем министра транспорта, и вот в бытной заместителе министра транспорта я помню, что были жаркие дискуссии относительно того, строить ли мостовой переход на Сахалин или не строить. И тогда правительство отвергло предложение бывшего министра Аксененко относительно этого строительства. Но, наверное, просто не готовы были. Сейчас мы убеждены в необходимости создания непрерывной связи между материком и Сахалином. И с этой точки зрения в нашей стратегии развития железнодорожного транспорта, которая утверждена правительством, после 2016 года предполагается необходимость развития инфраструктуры в этом направлении. Это очень дорогостоящая затея. Еще в сталинские времена осуществлялось строительство туннельного перехода между материком и Сахалином. Он и сейчас сохранился, правда, затопленный, едва ли возможный к использованию. Но мы убеждены и в этом отношении поддерживаем направление планирования правительства Российской Федерации о необходимости создания такого мостового перехода. И уже где-то в 2015 году предполагается, что мы должны получить средства на проектирование. Дело в том, что по стратегии развитие этого направления должно быть осуществлено за счет инвестиционной составляющей в тарифе. Когда планировалась стратегия, тогда это априори принималось. Сейчас, к сожалению, обстановка несколько изменилась. Есть неопределенность. Мы не получили этой инвестиционной составляющей. Надеюсь, что обстановка изменится, и у нас такие деньги появятся. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. Есть еще один интересный вопрос от Дмитрия Игоревича Червякова со Свердловской железной дороги. Вопрос вот о чем. Сильной стороной компании Toyota считается четко выстроена отлаженная производственная система. Компания Honda славится инновациями двигателя. Французские железные дороги славятся самым скоростным пассажирским подвижным составом в Европе. Шинканцен на Японии. Владимир Иванович, как Вы считаете, какими сильными сторонами обладаем мы российские железные дороги? Я сразу хочу оговориться, что то, что я буду говорить, это не мое только личное мнение, и даже не личное мнение правления. Это сегодня установленный факт, и это мнение наших коллег из Международного союза железных дорог, который объединяет все железные дороги мира. Самой сильной стороной работы и организации российских железных дорог наши коллеги и мы считаем сохранившуюся вертикальную интеграцию железнодорожного транспорта, где инфраструктура и управление сохранены в рамках ОАО РЖД. Важнейшей отличительной особенностью наших железных дорог является колоссальная пропорция грузов, которые мы перевозим. Российские железные дороги перевозят, как ни одна железная дорога в мире, 80% всех грузов, перевозимых в Российской Федерации, без учета трубопроводного транспорта. А если с учетом трубопроводного транспорта, то побольше 40%. По сути дела, ни одна железная дорога не обладает такими показателями. По грузонапряженности российские железные дороги сегодня превышают даже грузонапряженность таких хорошо организованных железнодорожных компаний, как американские железные дороги. У нас очень важным отличием является то, что в отрасли сохранено специальное железнодорожное образование. Нам завидуют все коллеги на всех железных дорогах в мире. То, что у нас есть специализированные высшие, средние учебные заведения, а также колледжи, которые готовят рабочие специальности. Это тоже наше отличие, которое признается как очень позитивное отличие. Важным также является и то, что в отличие от железных дорог мира мы сохранили свой научно-производственный потенциал. Конечно, здесь нам необходимо еще очень серьезно поработать, чтобы поднять его на тот уровень, который нас интересует. Но вместе с наукой высших учебных заведений это колоссальный потенциал, которым мы можем пользоваться. Ну и могу еще добавить, что, пожалуй, мы сегодня еще и отличаемся от всех железных дорог темпами инновационного развития, темпами работ, направленных на энергосбережение и экологическую безопасность. В целом, в семье железных дорог мира мы занимаем очень достойное место. Об этом же, наверное, свидетельствует и то, что я был номинирован на позицию президента Международного союза железных дорог, и в декабре месяце в Париже ожидается мое избрание на эту позицию. Как вы понимаете, если бы российские железные дороги не занимали такие позиции, едва ли бы президента российских железных дорог выдвинули в качестве главы всего этого железнодорожного сообщества. Такого не было за всю историю этого профессионального негосударственного неправительственного союза. Мне кажется, что это тоже говорит о том уважении, которое к нам питают наши коллеги во всем мире. Спасибо, Владимир Иванович. Мы снова возвращаемся в студию колл-центра «Горячие линии». В студии работает Петр Ступиков. Пожалуйста, Петр, Вам слово. Вы снова в эфире. Спасибо. Я вновь приветствую, Владимир Иванович, Вас, конечно же, всех телезрителей, собравшихся у экранов. Мы продолжаем принимать звонки на горячую линию здесь, в колл-центре. И прямо сейчас на связи у нас Северо-Кавказская магистраль. Здравствуйте, Владимир Иванович. Доброе утро. Меня зовут Романовский Максим Александрович. Я работаю на Северо-Кавказской железной дороге Ростовского отделения Шахтинской дистанции пути. Должность монтёр пути. Стаж 7 лет. Я являюсь отцом пятерых детей. Имею дом общей площадью 56 квадратных метров и жилой площадью 32,5 квадратных метров. В ноябре 2011 года я обращался в жилищную комиссию СКЖД с просьбой о предоставлении безвозмездной субсидии. Но субсидии мне было отказано, так как моя профессия не входит в список дефицитных. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой оказать содействие в разрешении этого вопроса. Можно я отвечу не то чтобы издалека, но дополню свой ответ практическими примерами. Дело в том, что в этом году ко мне на блог обратилась одна жительница города Александрово, которая писала, что она не является железнодорожницей, вообще для себя ничего не просит. Но вот рядом с ней живёт семья железнодорожника. Живут они в малогабаритной квартире, 24 метра, кухня 2,5 метра. И, значит, живёт их там 11 человек. Папа с мамой и плюс 9 детишек. И она мне сама написала, говорит, вообще не представляю, как они там живут. Это подвигло нас к тому, чтобы мы провели исследование о наличии многодетных семей в компании ООРЖД. И приняли решение о том, что в первую очередь семьи с детьми от 7 и выше количества детей получили поддержку. И такая поддержка была осуществлена. Значит, знаем, сколько у нас семей с количеством детей от 5 до 7. Вы в эту когорту тоже попадаете. С чем я вас, кстати, поздравляю. И хочу вам сказать, что вчера в Нижнем Новгороде проходила большая конференция по линии общественной организации фонда Андрея Первозванного, Центра национальной славы, программа «Святость материнства». И там очень много говорилось. Приезжали представители государственных органов власти из многих регионов страны. И мы ссылались и на указ президента, посвящённый этой теме. И, значит, я говорил о том, что мы, безусловно, и душой, и своей работой будем делать всё для того, чтобы многодетные семьи в России стали не исключением, а широко распространённым явлением. Для этого необходимо оказывать помощь таким семьям. И с этой точки зрения, несмотря на то, что ваша профессия не является дефицитной, но вы уже семь лет работаете в компании, вы можете обратиться в управление персоналом Северокавказской железной дорогой с просьбой о выделении такой безвозмездной субсидии. И, естественно, там в каждом конкретном случае нужно рассматривать вопрос, значит, подлежит ли реализации нынешнее ваше жильё, по всей видимости. Это тоже будет включено в оборот. Но в любом случае позиция моя личная и позиция правления сегодня заключается в том, что мы по мере возможности, конечно, будем стараться помогать семьям с большим количеством детишек для того, чтобы помимо родительской радости, и родители, и дети испытывали и чисто житейские радости. Так что я попрошу, Антон Александрович, меня потом проинформировать, как этот вопрос рассматривается у нас. Хорошо. Режиссёры подсказывают, Владимир Иванович, что мы сейчас услышим и увидим локомотивное депо Кочетовка. Это ещё один видеовопрос специально для открытого разговора. Внимание на экран. Здравствуйте, Владимир Иванович. Меня зовут Деделёв Евгений Фёдорович, машинист локомотивного депо Кочетовка. Работаю машинистом 20 лет. Работа в последнее время стала невозможной. В основном летом. До станции Рыбни у нас заложено время 8 часов рабочего времени. Но мы везём туда и по 12 часов, и по 20, так как мы стоим в ожидании смены на перегонах на станции. А переработка составляет у меня 289 часов. Из этого времени в основном один простой. За это время я бы мог перевезти не одну пару поездов в Рыбную и с Рыбного, но приходится стоять так, как идёт реконструкция станции Рыбная. Мы обращались к руководству депо, вправком, но никто не может нам помочь. Реконструкция уже идёт на протяжении более двух лет. Ну и никто нам... Мы надеемся на вашу помощь, что вы нам поможете в этом отношении, чтобы у нас не было такой переработки и не было большого простоя. Будем считать, что этот вопрос я взял на контроль. Я сегодня же дам поручение, чтобы мне доложили о состоянии дела с реконструкцией станции. Только ли с этим связаны простои локомотивных бригад и поездов. И уверяю вас, что мы с этим вопросом незамедлительно разберёмся. Я, кстати, хочу обратиться к руководителям, которые не присутствуют в студиях в большинстве своём. Значит, товарищи, я вас прошу, чтобы наша традиция, которую мы установили, которую я поддерживаю, заключающаяся в том, что в общении с президентом компании могут быть заданы любые вопросы, удобные, неудобные, злободневные вопросы, они ни в коем случае не должны вызывать никакой реакции, кроме реакции, направленной на исправление ситуации. Я за этим буду строго следить и прошу вас точно так же к этому относиться. Здесь не может быть никаких обид, никаких ощущений подстав и всего остального прочего. Это рабочие моменты. Поэтому с этим вопросом разберёмся и, значит, всё, что необходимо, сделаем. Спасибо, Владимир Иванович. Хочу напомнить нашим зрителям, что вопросы можно задавать и в эти минуты через сайт телеканала РЖДТВ, через горячую линию. Её номер 8800, 100 ровно 1520. И сейчас режиссёры подсказывают, что у нас прямое включение из студии Приволжской железной дороги. Саратов, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Иванович. Угольников Вадим Александрович, начальник сектора социального развития, служба управления персоналом Приволжской дирекции инфраструктуры. Сегодня одним из основных конкурентов железнодорожного транспорта в России является авиатранспорт. И для РЖД было бы целесообразно последовать примеру одному из основных железнодорожных операторов Германии – Deutsche Bahn, где железнодорожники сотрудничают с авиаперевозчиками, и пассажир может по единому билету лететь самолётом, далее продолжить путь с железнодорожным транспортом и наоборот. А что же нам сегодня мешает реализовать данную систему единого билета с единой логистикой, и есть ли в планах компании реализовать данный проект в России? Спасибо. Во-первых, доброе утро. Во-вторых, я думаю, что справедливости ради надо сказать о том, что конкуренция-то существует, но, конечно, по количеству перевезённых пассажиров, пока наши авиаколлеги от нас здорово отстают. Вопрос абсолютно по делу, как говорится, не в бровь, а в глаз. Дело в том, что мы давно уже доказываем и поддерживаем необходимость принятия закона о единых смешанных перевозках, который и сделает возможным использование той системы, на которую вы ссылаетесь, говоря об опыте Германии. Мы всецело стоим за принятие такого закона и надеемся, что он в ближайшее время действительно состоится, потому что это же связано с адаптацией информационных систем и с определением расчётной стоимости для каждого вида транспорта, когда человек в одном месте покупает билет, и этот билет даёт ему возможность осуществить всё путешествие с использованием других видов транспорта. Это всё реализуемые вещи, и я уверен, что принятие закона немедленно поставит в повестку дня вопрос, который мы сегодня уже у себя прорабатываем, о интеграции наших информационных систем и об интеграции финансовых расчётов за такие перевозки. Уверен, что это правильный совершенно подход, и уверен, что вы правильно совершенно задаёте вопрос. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович. У нас есть ещё один вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Меня зовут Артюков Николай. Я работаю программистом в Саратовском ИВЦ. Уже 10 лет идёт реформа отрасли. Было принято много решений. Если была бы возможность, что, на Ваш взгляд, можно было сделать по-другому? Спасибо. Вы вопросики задаёте. Программист. Вы знаете, я хотел бы справедливости ради сказать, что на пути реформирования железнодорожного транспорта, как к этому призывал и во время своего предыдущего президентского срока президент страны, не было совершено необратимых ошибок. Вы подумайте, вот когда Великобритания на волне неолиберального подхода к приватизации, уходу государства из управления в экономике, в социальной сфере, была осуществлена полная приватизация, какой трагедии это закончилось? Трагедия реальной, когда было два тяжёлых крушения пассажирских поездов с большим числом человеческих жертв и, по сути дела, с развалом отрасли. Мои коллеги с итальянских железных дорог и немецких железных дорог провели сейчас исследование по наиболее оптимальному варианту работы железнодорожной отрасли и делают вывод о том, что вертикально интегрированная система является наиболее целесообразной. Так вот, итальянцы приводят такие данные, что на сегодняшний день стоимость услуги перевозки в пригороде Лондона отличается от стоимости услуги перевозки в пригороде Рима на 2000%. Об этом же говорил премьер-министр Великобритании Камерон, когда он говорил, что железнодорожная отрасль Великобритании проигрывает соседям, потому что услуга на 40% выше, чем в Европе. Вот это примеры неадекватных решений, принятых на государственном уровне. У нас ничего подобного не было. И в этом, во-первых, высокая квалификация людей, которые принимали соответствующие решения. Ну и я думаю, что наш суровный вклад здесь тоже существует. Если говорить о том, чтобы я видел, как некоторые недостатки, которые у нас существуют, может быть, мы сами в этом не дорабатываем, у нас сами реформы иногда опережают законодательную базу, которая их обеспечивает. Вы помните, что было в позапрошлом году, когда произошла приватизация подвижного состава грузовых вагонов? Все было разобщено, невозможно было найти единой модели управления, вам как программисту это хорошо известно. И пришлось экстраординарное усилие приложить для того, чтобы эту проблему незамедлительно разрешить. И тогда было принято 258-е постановление правительства, которое узаконило наличие права у перевозчика на аренду подвижного состава. И мы ситуацию сбалансировали. Я бы, думаю, что если бы было мое пожелание реализуемым, как бы в прошлом и вернулось в настоящее, то я бы хотел, чтобы законодательные инициативы, в том числе и наши, принимались, рассматривались быстрее, и, соответственно, мы уходили от таких недостатков, которые у нас сегодня существуют. Я думаю, что это, наверное, самая серьезная проблема, которая существует у нашего правительства, ну и, как следствие, у нас в нашей работе. Если говорить еще о том, что нас волнует, мы видим, и правительство видит, но мы не можем найти алгоритма увеличения, достаточного увеличения инвестиционного ресурса для развития инфраструктуры. Мы все время находимся в ситуации, когда мы, я уже употреблял эту поговорку, по одежке протягиваем ножки. Это не всегда хорошо. По той простой причине, что, конечно, сокращать свои расходы надо, но когда речь идет о развитии инфраструктуры, экономики, не может быть развития экономики, если не будет развития инфраструктуры. И вот здесь я считаю, что у нас тоже есть недорешенные вопросы, которые нам предстоит решать совместно и с правительством, да и с нашим обществом в целом. Спасибо. Теперь давайте перенесемся в пресс-центр газеты «Гудок». Наталья, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте еще раз. Антон, я благодарю вас за предоставленную возможность задать еще один вопрос Владимиру Ивановичу. Повторюсь, скажу, что действительно вопросов очень много, они до сих пор продолжают поступать к нам сюда в редакцию. Вот один из них с Горьковской железной дороги. В свое время я состояла в НПФ благосостояние, но потом в силу некоторых обстоятельств вышла из фонда. А вот теперь хотела бы восстановиться. Есть ли у меня такая возможность? Владимир Иванович, как можно ответить на этот вопрос? Ну, я думаю, что тут, конечно, было бы целесообразно этот вопрос задавать руководителю фонда, но поскольку я вхожу в состав попечительского совета фонда, являюсь председателем, постараюсь сам ответить на этот вопрос. Если мне не изменяет память, по нашему положению, участникам пенсионной системы может быть не только железнодорожник, может быть любой человек, который выполняет те решения, которые принимаются и по которым работает наша пенсионная система. Если железнодорожник состоял в пенсионной системе, а потом ее покинул по каким-то причинам, у него есть возможность восстановиться. Но если он выходил из фонда и забрал накопительную часть своих денег, которые он накопил за это время, то он не может восстановиться на том же уровне, на котором он был. Если он не изымал деньги, вышел и сейчас хочет восстановиться, то там есть срок, в течение которого он может это сделать. Этот срок 5 лет. Поэтому да, вы можете восстановить свое членство в нашей пенсионном фонде благосостояния, с учетом вот этих обстоятельств, на которые я сейчас обратил внимание. – Спасибо, Владимир Иванович. – Хорошо, спасибо. – Решите несколько вопросов с сайта, которые продолжают поступать. Александр Владимирович Наговицын, помощник машиниста тепловоза локомотивно-эксплуатационное депо станции «Игра Горьковской» «Железнодороги» спрашивает, будут ли железнодорожникам предоставлена возможность получить или приобрести акции компании? – Вы знаете, вопрос о частичной приватизации ОАО «РЖД» находится на рассмотрении в правительстве. Ни модель пока не отработана, ни существенные условия этой приватизации не отработаны. И я не могу ответить однозначно на поставленный вопрос. Если в этом необходимость, честно говоря, это тоже проблематично, потому что стоимость компании высока, и при приватизации, не думаю, что будет выделяться, как когда-то, некий небольшой процент акций, которые будут просто распределяться между железнодорожниками. Такой модели не обсуждается. А приобрести за собственные деньги какой-то пакет, ну, честно говоря, это будет дороговато. Другое дело – это дочерние предприятия, у них и стоимость поменьше, и, значит, работают они уже достаточно эффективно, и модели их деятельности понятно. Здесь любой человек, если акции котируются на российском рынке, на зарубежном рынке, любой гражданин, включая железнодорожника, может попытаться своего счастья. Поэтому о программах приватизации буду надлежащим образом информировать работников ОАО «РЖД». Еще раз повторюсь, пока окончательная модель этих действий правительством не принята, и говорить об этом преждевременно. Спасибо, Владимир Иванович. Петр Ступиков, работающий в колл-центре горячей линии, сейчас подсказывает, что у нас есть еще один вопрос. Переключаемся в колл-центр. Петр, пожалуйста, вы в эфире. Спасибо, Владимир Иванович, вновь приветствую. Еще раз приветствую всех тех, кто нас смотрит сегодня и сейчас. И, естественно, продолжают поступать звонки на горячую линию колл-центра. И прямо сейчас, в эту минуту, мы выводим в эфир Забайкальскую магистраль. Здравствуйте. Я Вадина Ирина Николаевна, ведущая экономист Жепхегинского щедоночного завода Забайкальский край, станция Жепхегин. Владимир Иванович, у меня просьба обратить внимание на работу маленьких станций. Вот у нас остатывается всего два поезда. Чита-Челябинск и Благовещенск-Москва. Оба поезда проходят ночное время. При этом зал ожидания на вокзале не открывается по прибытии поезда. То есть нам, пассажирам, приходится и в дождь, и в снег, и в 30-ти градусные морозы стоять на перроне в ожидании поезда. Работники вокзала на это отвечают, что они относятся к дирекции пригородных сообщений и не обязаны открывать вокзал для поездов дальнего следования. Владимир Иванович, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос, так как он уже не первый год, этот вопрос не решается. И проблема, в общем-то, не только нашей станции, потому что на соседней станции БАДА точно такая же ситуация. Заранее спасибо. Спасибо. Это не вопрос пассажиров, это наш вопрос. Я думаю, что он легко решается, взаимодействие между дирекцией дальних перевозок и пригородных перевозок. Мы этот вопрос решим. А я даю поручение Михаилу Павловичу Акулову и Геннадию Верховым, чтобы они рассмотрели эту ситуацию и незамедлительно приняли решение, которое будет направлено на обеспечение комфорта и безопасности наших пассажиров. Спасибо, Владимир Иванович. Продвигаясь на восток, мы достигли уже Восточной Сибири. И режиссеры подсказывают, что сейчас прямое включение мы проведем с Красноярской железной дороги. Добрый день, Красноярск. Вы в эфире. Пожалуйста, вам слово. Доброе утро, Владимир Иванович. Доброе утро, уважаемые телезрители. В студии в Красноярске начальник службы корпоративных коммуникаций Денис Кашин и мои коллеги, сотрудники Красноярской железной дороги. И у нас есть к вам ряд вопросов, и я передаю микрофон своим коллегам. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день, коллеги. Глебов Владимир, инспектор по производству и техническим вопросам. У меня следующий вопрос касаемо реформирования транспорта нашей компании. Людям свойственно относиться к переменам с опасением. И холдинг РЖД не исключение. Все это положительное, наработанное в компании, воспринимается как само в собой разумеющееся, а негатив относится к реформированию. Если на рынке труда конкурентоспособные зарплаты, социальный пакет, наверное, удовлетворяет, то нет уверенности в том, что РЖД не растаскивается на части, а сохраняется как единая дорожная компания. Владимир Иванович, поясните правильные эти опасения. Спасибо. Ну, наверное, значит, во-первых, доброе утро, во-вторых, ну, у вас-то уже, наверное, не доброе утро, а добрый день. Во-первых, наверное, было бы странно, если бы люди не беспокоились за свою работу, отсюда и за компанию, в которой они работают, которая находится на этапе реформирования. Я думаю, что их за это осуждать было бы неправильно. Другое дело, у нас ментально мы так организованы, что любой слух, который приходит со стороны, ему доверия значительно больше, чем любой официальной информации, которая распространяется по сети. Ну, всегда вот есть у людей ощущение, ну, вот там эти начальнички, они там что-то где-то там припрятали, прибарахлили, правду не говорят, что не соответствует нашей практике и этике тех отношений, которые существуют между правлением и трудовыми коррективами. Я могу ответить на эти опасения следующим образом. Конечно же, изменение условий хозяйствования неизбежно сказывается на каждом из нас, на вас сказывается. Пока на тех, кто работает, сказывается положительно. Заработная плата растет? Растет. Новую технику приобретаем, приобретаем в таких количествах, которые не приобретали никогда. В следующем году должны будем купить 700 локомотивов. Скупаем все, что производит наша промышленность. Ремонтную технику покупаем? Покупаем. Значит, если говорить о путевом комплексе, значит, малую механизацию вводим? Вводим. Никогда такого объема не было. Придумали транспортное средство на комбинированном ходу для облегчения труда монтера в пути. Придумали, начали покупать. Это все изменения, связанные с реформой. Сапсана, скоростное движение, высокоскоростное движение. Планы по развитию БАМа, планы по развитию модернизации Транссиба. Это все результаты нашего реформирования. Но при этом, вот вы, наверное, видели, разговаривал с Калининградской железной дорогой, с работниками. Там ситуация с погрузкой, с перевозкой, ну, швах. Тяжелая ситуация. Естественно, ожидать, что там можно говорить о росте заработной плате при падении погрузки, ну, просто не приходится. Такие условия. Мы в этих условиях живем. А вот то, что касается растаскивания ООРЖД, могу вам сказать, что я это вижу как свою принципиальную задачу руководителя компании. Моя задача, в отличие от вас, задающих мне вопросы, не управлять экономикой на своем уровне, не управлять движением локомотивов на своем уровне, не путь ремонтировать на своем уровне. Задача президента компании – обеспечить исполнение стратегических планов развития компании, которые утверждаются Советом директоров и правительством. На сегодняшний день и правление, и Совет директоров едины в понимании того, что необходимо сохранять ООРЖД как вертикально интегрированную структуру, где и инфраструктура, и перевозка объединены в одной компании. Мы ничего просто так не отдаем. Мы ни под кого не ложимся. Кто бы хотел задешево купить то, что стоит дорого, а послезавтра будет стоить просто огромных денег. Мы работаем в интересах нашего общества, в интересах нашей отрасли и в интересах наших работников. Отсюда и наше социальное обязательство, и рост нашей работы, повышение ее эффективности, рост вашей заработной платы. Могу вам пообещать, что до того момента, пока правление и я занимаемся управлением отраслью, мы будем придерживаться этих принципов и защищать интересы нашего общества с точки зрения сохранения эффективной, вертикально интегрированной системы железнодорожного транспорта. Точка. Спасибо, Владимир Иванович, вам за ответ. А у нас еще один вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Иван Сильванович, федеральная пассажирская компания, Енисейский филиал, пассажирская вагонная Допо-Красноярск. Владимир Иванович, в последнее время в средствах массовой информации очень часто звучит вопрос о сокращении субсидирования в 2013 году пассажирских, в том числе бюджетных пассажирских перевозках, плацкартных вагонах. Что можете сказать по этому поводу? Могу сказать, что это нас чрезвычайно беспокоит, потому что наши данные свидетельствуют о высокой востребованности именно этой услуги среди граждан, среди наших пассажиров. Мы ввели, Михаил Павлович Акулов был инициатор, вместе со своими людьми, федеральная пассажирская компания, ввели так называемое микрокредитование. То есть это кредит, который выдается при приобретении билета. Плата с отстрочкой. Так вот, 70% этого микрокредитования приходится на приобретение билетов именно в регулируемом секторе. Что свидетельствует о состоянии кошельков и финансового положения наших пассажиров. И мы именно это докладываем в правительство, отстаивая интересы не ФПК, не ООО РЖД. Мы, безусловно, обеспокоены тем, что снижение внимания и субсидирование этих перевозок может негативно сказаться на социальной атмосфере в нашем обществе. Мною эти вопросы были доложены председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, президенту страны Владимиру Владимировичу Путину. Понимание мы находим, и у нас идет достаточно серьезная дискуссия, в большинстве своем конструктивная дискуссия с Минэкономразвития и более сложная дискуссия с Министерством финансов Российской Федерации. Мы будем продолжать эту работу, и сейчас я не могу сказать, чем она полностью закончится. Предварительные предложения действительно выглядят как существенное сокращение дотации на регулируемый сектор пассажирских перевозок. Надеюсь, что совместно с Министерством транспорта Российской Федерации, другими министерствами и ведомствами нам удастся добиться объективного рассмотрения этого вопроса и повышения необходимого объема субсидий на эти перевозки. Спасибо, Красноярск. Спасибо большое, Владимир Иванович, за ваши ответы, за возможность задать напрямую вам вопросы. Мы передаем слово обратно в Москву. Спасибо, Красноярск. Спасибо, Владимир Иванович. К сожалению, программа наша подходит к концу. Время прямого эгрефира ограничено полутора часами. И разрешите, Владимир Иванович, в завершении открытого разговора задать несколько вопросов, которые мы получаем в режиме онлайн. Один вопрос про Джеффка. Интересуются сотрудники, спрашивают в контексте уже отвеченных вами вопросов узнать, почему, зачем и как. Второй вопрос. Будет ли объединение железных дорог, завершив процесс сейчас вертикализации, что дальше будет с железными дорогами в ходе дальнейшего реформирования отрасли. Ну и несколько вопросов есть про вас, Владимир Иванович. Как вы восстанавливаете, что вам помогает при таком ритме жизни успевать восстанавливаться. Ну, пожалуй, все. Давайте тогда последовательно. Что касается Джеффка. Вот вы задавали мне вопрос по поводу приватизации. И по решению правительства осуществляется приватизация не только тех активов, которые по тем или иным причинам не используются компанией. Заброшенные здания, помещения. Это не вызывает никаких вопросов. Но когда мы приватизируем такие активы, как, например, первая грузовая компания, мы единовременно лишаемся на перспективу дополнительных доходов в виде прибыли, в виде дивидендов только по первой грузовой компании в объеме 20 миллиардов рублей. То есть наша возможность зарабатывания денег сужается. Задачи при этом расширяются. И стоит альтернатива. Либо государство должно дополнительно вкладывать деньги в развитие инфраструктуры, в развитие нашей работы, либо мы должны находить новые пути, которые, зарабатывание денег, которые совпадают с нашей основной деятельностью. Опыт мировых железных дорог, упоминавшийся здесь, кстати, немецкие железные дороги, показывает, что сегодня немецкие железные дороги более 50% своих доходов формируют не за счет непосредственной перевозки железнодорожных грузов. Они формируют эти доходы за счет такой деятельности, как предоставление логистических услуг. Именно поэтому, опираясь на этот пример, мы уже на протяжении многих лет пытаемся в компании создать такой вид деятельности, как логистическая деятельность. Она очень доходна, и она теснейшим образом связана с нашей деятельностью по перевозке грузов и управлением движением. Когда на рынке появилась информация о продаже, входящей в десятку крупнейших логистических компаний, компаний «Джевка», мы, естественно, проявили к этому интерес. Прямой вопрос, который нам был задан в правительстве, вам не хватает денег, вы просите субсидий, а тут вы собираетесь покупать очень дорогостоящий актив. Почему? Объясните. Мы объяснили, что в деятельности компании есть коммерчески выгодные проекты, это проекты, которые окупаются за период до 10 лет и приносят в конечном итоге большие доходы и прибыль. Есть проекты, которые реализуются в период с 10 до 15 лет, и они уже коммерчески компании невыгодны, и здесь необходимо сотрудничество с государством, когда часть денег можем вносить мы, часть денег может вносить государство. И есть проекты, которые, ну, в принципе, с точки зрения бизнеса не окупаются никогда. Ну, например, развитие инфраструктуры Олимпийских игр. И здесь государство берет на себя ответственность за предоставление средств, а мы реализуем строительство этих объектов. Так вот, ДЖЕФКО это коммерчески окупаемый проект. И в соответствии с нашими установками мы под реализацию этого проекта имеем право занять деньги для того, чтобы их потом отдать. Что это нам принесет? Это нам принесет уже в 2015 году дополнительную капитализацию и прибыль соизмеримую с прибылью, которую мы получали от работы первой грузовой компании. То есть, это просто коммерчески выгодная деятельность, направленная в том числе на развитие сервиса российских железных дорог. Это первый вопрос. Ответ на первый раз. Второе что? Объединение железных дорог. Что касается структуры сети, мы еще на начальном этапе реформирования рассматривали возможность создания новых полигонов, по сути дела, совпадающих с территориями федеральных округов. Но дело в том, что специфика нашей работы плюс реформа требует очень серьезного каждодневного управления процессами работы сети. И мы пришли к выводу, что на этом этапе мы не готовы к такой работе, когда создается полигон, который там объединяет территорию, которая чуть ли всю Европу не превышает по своему размеру. Поэтому в ближайшей перспективе у нас таких планов нет. А вот планы по расширению полигонов, например, работы локомотивов, как это делается между Горьковской, Северной и Октябрьской железной дорогой, да, эту работу мы ведем. И эту работу необходимо совершенствовать в рамках тех координационных советов, которые сегодня есть при начальнике железных дорог или объединяющей несколько железных дорог у АО и РЖД. Так что вот ответ такой. Что касается персонального вопроса, я его сам себе не задаю, по той простой причине, что ответа на этот вопрос объективного не знаю. Действительно, мне приходится выдерживать очень серьезные нагрузки. я не хвастаюсь и не жалуюсь, это просто моя жизнь. Вот, пожалуйста, последние три дня. Позавчера я должен был находиться в Париже, это часть моей работы, которая, я считаю, помогает мне выполнять функции президента ОАО и РЖД. Вчера я находился на Горьковской железной дороге, сегодня я встречаюсь с вами. И это режим не эксклюзивный, он такой всегда. Выполнять эту работу и переносить такие нагрузки я могу, наверное, поблагодарив папу с мамой за крепкий корень и за хорошие гены, ну и за правильное воспитание. Потом должен сказать, что я в последнее время практически не употребляю алкоголь, бросил курить даже сигары, теперь уже себе не позволяю, просто не тянет. Вот. Но самое главное, коллеги, мне кажется, когда человеку интересна та жизнь, которую он ведет, когда он предан своей работе, получает от этого удовольствие, то, по всей видимости, сама атмосфера, энергетика нашей природы, того, чего мы с вами не знаем, они позволяют справляться с этими нагрузками. Дай Бог, чтобы этих сил хватило как можно больше. Честно вам хочу сказать, хочется еще на земле помучиться и серьезно. Чего и вам желаю. Спасибо, Владимир Иванович, спасибо, коллеги. До следующего открытого разговора. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова